Всем привет! Сегодня мы начинаем новый цикл уроков по созданию 2D игр с использованием фреймворка для Unity, который называется Playground. Вы видите страничку сайта UnityLearn, где представлен учебный материал по использованию этого фреймворка. Особенность его заключается в том, что он содержит уже готовые спрайты, все необходимые компоненты для игры, а также скрипты, которые достаточно просто собрать необходимые конфигурации и обойтись даже без программирования. Но те, кто уже немного знаком с Unity, конечно, может внести свои какие-то изменения в свой проект, но для тех, кто только начинает, это очень замечательный старт. Если вы еще не знакомы с Unity совсем, мы рекомендуем вам посмотреть уроки Unity Первый запуск, ссылку на которую я оставляю под видео, для того чтобы вы поняли основные принципы работы с этой средой для создания игр, а затем вам будет уже значительно проще и понятнее работать с тем фреймворком, который мы с вами рассматриваем. Те, кто хорошо знает английский язык, вы в принципе можете перейдя по ссылке, которую я тоже оставляю под видео, к вот этим учебным материалам сами создать свою игру по англоязычному туториалу. Здесь есть учебные материалы, соответствующие разделы, описание. Общая информация, которая здесь представлена, включает в себя также информацию о том, что этот фреймворк был разработан для Unity версии 2017.4 и рекомендуемой версией, соответственно, является эта версия Unity. Но мы уже пробовали создавать игру и в более новых версиях, поэтому сейчас мы создадим проект в Unity версии 2019.2. Я думаю, что все у нас получится. Итак, приступим. Итак, я уже запустила Unity Hub и создам проект. В этом цикле урока будет несколько частей. В первой части мы создадим проект, загрузим фреймворк, изучим его файловую структуру, а в следующей части уже непосредственно начнем создавать свою игру. Итак, я создаю проект Unity 2019.2, хотя, в принципе, если вы уже установили 2019.3, можно и в этой версии. Но я сделаю 2019.2, а потом, возможно, мы даже сделаем урок по конвертации этого проекта под Unity 2019.3, проверим, все ли у нас получится хорошо. Итак, выбираем, я выбираю 2019.2. Третья цифра значения большого не имеет. Напомню, что если вы только начинаете работать с Unity, очень важно, чтобы вы правильно указывали корректно папку, в которой вы будете сохранять все проекты, а также задавали имя проекта. Допустим, здесь у меня это учебные материалы, поэтому я делаю название проекта Playground и здесь будет несколько игр. Это будет у нас цикл игр 2D, поэтому выбираем 2D, чтобы у нас все необходимые настройки сразу включились и нажимаем Create. Итак, вот создался проект и сейчас нам необходимо в этот проект загрузить фреймворк. Он находится в Asset Store. Мы можем прямо сюда по вкладочке перейти, хотя, в принципе, можно найти и его с сайта, но здесь это удобнее. И набираем здесь Playground. У нас появляются также и платные версии, поэтому выберем Free Assets. И вот первый Playground Unity Technologies, Unity Playground. Это то, что нам необходимо. Выбираем его. Если вы впервые выбрали этот package, то у вас здесь будет кнопка Download. Нажимаем на нее и загружаем. У меня уже кнопка Import, поэтому я нажимаю Import. После того, как вы загрузите, у вас тоже будет кнопка Import. У меня эта кнопка появляется, потому что я уже загружала этот package. После того, как мы нажали Import, у нас появляется сообщение, что будут изменены некоторые настройки проекта и мы должны с этим согласиться. Поэтому, когда мы используем какие-то готовые уже packages, нужно обращать на это внимание и сначала опробовать их в новых проектах, чтобы у вас не слетели настройки, которые вам были нужны. Нажимаем Import. И здесь еще раз подтверждаем, что мы хотим установить все необходимые компоненты для Package Manager. Это тоже часть инструментария Unity и с этим необходимо согласиться. И, наконец, у нас появляется окно импорта и мы еще раз подтверждаем, что мы хотим все импортировать. Необходимо подождать и, когда процесс завершается, у нас появляется целый набор папок. Давайте изучим эти папки. Вкратце, что у нас здесь появилось. Когда мы создали новый проект, у нас была всего лишь одна папка Sins и здесь была сцена Sample Sins, она пустая. Собственно, с нее мы можем начать, но, возможно, мы даже создадим лучше новую сцену. Но это мы будем делать уже в следующей части нашего цикла урока. Давайте посмотрим, что у нас импортировалось. У нас импортировалась папка с именем Internal. Здесь у нас есть шрифт, есть то, что называется Gizmos. Мы до них доберемся. Это такие иконочки для скриптов, по сути. Папка с материалами, папка с префабами, которые, наверное, мы не будем использовать в любом случае. Это все то, что какие-то ресурсы, то, что нужно этому фреймворку. И скрипты, необходимые для его работы. Следующая важная папка Documentation. И, в принципе, здесь есть несколько PDF-файлов, которые можно открыть, загрузить и посмотреть. Допустим, вот есть файл Getting Started. Сейчас я разверну вот так вот. Мы можем его прочесть и выполнить все упражнения и, собственно, сделать все. Мы не будем это сейчас делать, но для тех, кто хочет самостоятельно, можно это сделать. Этот же файл, по сути, есть на сайте, но есть еще также Reference Guide, то есть это более подробный документ, в котором описаны все инструменты данного фреймворка. Дальше. У нас есть папка Examples, примеры. И здесь самое интересное, что здесь есть готовые же сцены, вот давайте одну из них запустим, с готовыми играми. То есть можно взять и в них поиграть. И, соответственно, посмотреть, как они работают, как это все реализовано для того, чтобы потом сделать что-то свое самостоятельно. Я не буду тратить на это наше время. Вы сами, я думаю, найдете эту папочку Examples и посмотрите все игры. И поймете, какие 2D игры можно делать с помощью этого фреймворка. Дальше. У нас есть папка Images, в которой, по сути, у нас лежат различные спрайты, о которых я говорила, готовые. Фоны, части зданий, всевозможные персонажи. Но, если их будет недостаточно, конечно же, можно будет загрузить и свои. Есть папка Prefabs. Мы будем пользоваться этой папкой, потому что здесь есть тоже уже готовые какие-то компоненты, которые могут нам понадобиться для наших игр. И есть самая важная папка Scripts, в которой находятся готовые скрипты. То есть они уже написаны, нам просто нужно будет знать, для чего они нужны и в какой части игры их можно будет использовать. То есть фреймворк это такая совокупность элементов для создания проекта, которая позволяет делать его очень быстро, с минимальными какими-то затратами и даже с минимальными знаниями. То есть программировать нам будет совершенно не обязательно. И первый проект, который мы сделаем, мы будем делать совершенно без программирования, используя готовые скрипты. Итак, мы с вами создали проект, загрузили пэккедж фреймворка, ознакомились со структурой папок, узнали, что в нем содержится. И в следующей части, в следующем уроке нашего цикла мы уже приступим к созданию своей собственной игры. До встречи в следующей части!